всем привет надеюсь не слишком темно я ходил только что больницу и на обратном пути решил записать небольшой влог и тему выбрал я следующую подумал почему бы не рассказать о том как собственно вообще я попал в питер и из киева а вот о том как я попал в киев из крыма я расскажу потом итак я попал в питер вот недавно совсем было четыре года как я здесь живу у меня есть работа я работаю в американской эти компании правда еще на спательном сроке но в этом месяце он должен истечь не жена есть ребенок которому год и пять месяцев уже полных жена короче не работает у нее небольшое пособие и собственно мы живем на мою зарплату я пришел в киеве семь лет и желание переехать оттуда у меня возникло собственно вот там после майдана после тех событий которые там произошли на украине я жил в самом центре в самой гуще я жил на улице михайловской которая соединяла софиевскую и майдан и каждое утро я спускался собственно на майдан и видел все события которые там происходили спускался метро и ехал на работу вечером возвращался через золотые ворота домой собственно можно сказать я каждый день проводил какое-то время в центре и наблюдал за всем что происходило там но сначала было довольно интересно потом когда я начал разглядывать ситуацию более подробно тому же столкнулся с некоторыми неприятными там моментами связанными с приятелями друзьями которые меня ну скажем так щемили можно сказать по вопросам там того что это патриот должен быть или там не патриот или какой-то неправильный патриот тем более часто был в крыму посмотрев на всю эту ситуацию там я решил что я хочу уехать уехать в россию искать работу здесь можно сказать что можно сказать что я пробовал общаться с ребятами в киеве можно сказать что ребята в киеве не до конца понимали эту ситуацию которая происходит в крыму не до конца понимали крымчан и меня в частности когда спрашивали о том что там происходит и я им отвечал что же там происходит и ну мне не верили мне говорили что это неправда такого быть не может не может что в крыму там 80 процентов 90 людей поддерживают россию ну как бы не верили поверьте теперь жил я там работал в эти компании я дизайнер и айтишный дизайнер я не просто дизайнер который делает полиграфию там или какие-нибудь зитки тоже хороший дизайнеры принципе я дизайнер который делает интерфейсы интерфейсы это можно сказать веб-дизайнер но более сложные интерфейсы различных программ интерфейсы банковских сервисов и мои последние клиенты в рамках аутсорсинга были рексу втб там сбербанк газпром нефть там знаю по нескольку проектов кажется в компании ну я для них делал интерфейса ну такую идеологическую составляющую основную как бы продуктов где-то 2015 году там после майдана прожив там еще года полтора наверно я собрал вещи нашел в интернете на сланда по моему есть такой сайт сланда объявление о том что там типа мужичок один делает доставки в том числе людей составляет на территорию крыма и я такой маленькой микроавтобусе чухнул с ним вместе со своими вещами у него еще нам разные доставки были коммерческие некоммерческие разного рода чухнул с ним из киева с утра с михайловской прямо у меня забрал с этими вещами всеми через границу мы приехали весь день болтали с ним но через границу нас не пустили потому что украинские программиции заметили что у нашего товарища очень много новых вещей не не с декларированных и опустили обратно а я как-то раком боком смог пройти границу со своими вещами в итоге в крыму я прожил около месяца летом 15 года и очень быстро нашел работу в краснодаре дизайнером в рекламном точнее рекламным дизайнером в агентстве продаж которая через интернет продавала различные там пауэрбанки и портмоне и все такое нужно было все это оформлять фотографировать редактировать красиво подавать в сусусное дело но как бы мне очень хотелось вернуться в айтишную тему а в краснодаре там была всего одна компания джет раби по-моему джет брейн что-то такое не помню я тогда туда не взяли где-то через года три наверно они меня пытались обратно позвать я уже сам не пошел сейчас на большом кстати ну и в краснодаре проведя месяц-два может три не помню я обратно уехал в крым из крыма из там как раз началась времена когда отключали электричество вот этого там взорвали опору с крыма искал работу собственно москве и питере новый год провел в крыму без света без воды еще воду потом отрезали там канальную и уже после нового года феврале приехала в питер на парнас на самую крайну и начал искать работу через месяца полтора нашел работу в стартапе стартапе который меня кинул он не заплатил все деньги было очень стрёмно я думал но вот тебе на приехал я в питер все так фигово опять 25 в киеве прям все но оказалось что все не так еще через полтора месяца буквально нашлось работа в эти компании вот сорсинги в рик софте довольно крупная компания которая работает с очень крупными клиентами иностранными и русскими клиентами и я оказался первым дизайнером у них до этого они не имели вообще но опыт такого конкретного с дизайном и за 3-4 года я у них там целый дизайнерский отдел создал сейчас там работает что человек человек 8 или 9 я вот три месяца назад оттуда ушел будучи руководителем всего этого отдела ну то есть за три с половиной там четыре года в питере мне удалось даже вырасти до некоторого рода руководителя небольшого дизайнерского отдела но мне предложили другие условия ну я вынужден был с ними согласиться у меня появился ребенок у меня жена нужно зарабатывать вот но алексофт это крутая компания мне было интересно и весело работать в общем примерно так за то время что здесь пробыла четыре года ну я вот говорю что там бегала всякие полу марафоны 22 километра пробегал участвовал в соревнованиях участвовал соревнованиях от нашей компании издал москву было три раза два раза в хельсинки в финляндии точнее один раз в хельсинки один раз в ла пиранта он как он там блин хитро называется ла пиранта иногда с женой выбираемся куда-нибудь потусить типа крым опять же ездим летаем в крым и типа вот ездили в карелию в домике там жили слежу за новостями украине смотрю всякие украинские новости при том там всякие проплаченные государственные всякие радикальные новости и не знаю там страна если кто-нибудь знает прикольные новостные каналы может посоветовать хорошую новостную ленту где есть вся правда в украине буду очень рад ребят если вам понравилось видео подписывайтесь на канал задавайте вопросы в комментариях и я возможно отвечу на некоторые из них в следующем видосе ну про киев про украину про крым как-то в крыму че крым и все такое да вот если конечно мы без мордобоя обойдемся я над этим люблю поболтать все всем пока до связи рад мы с вами повидаться всем всего хорошего пока